Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. Сегодня 2 марта, второй день календарной весны. Да и на улице весна уже чувствуется. Да, пока не жарко, плюс два, плюс три градуса, но сугробы тают, ручьи бегут, и у меня, наконец, за стенкой дотаял снег. Сегодня уже убрал банки, не течет вода в мастерскую, но на место пока ничего не ставлю, пускай подсохнут полы, пускай проветрится стена. Ну а мы сегодня займемся москвичевской головкой. Как говорится, продолжаем продолжать. Сегодня я планирую ее почистить и подготовить, наконец, к шлифовке. Начну с удаления старых паронитовых прокладок. Удобнее всего это делать канцелярским ножом, просто срезая паронит с алюминия. Ввиду своего преклонного возраста эти прокладки фактически окаменели, и даже ножом отрезаются неохотно. А чтобы сделать их более пластичными и легче отделять от головки, я их грею открытым огнем. После этого дело идет значительно лучше. Избавившись от паронита и немного подчистив плоскости, приступаем к очистке головки от нагара, скопившегося в камерах сгорания и каналах, как впускных, так и выпускных. Для этой цели я прикупил две мягкие металлические щетки разных размеров, а специально для каналов лепестковую наждачную насадку на дрель, которая отлично подходит по диаметру. Дело в том, что в каналах, кроме нагара, есть еще и различные неровности, огрехи литья, от которых хотелось бы избавиться. Сгладить стенки, облегчив прохождение топливной смеси и выброс отработанных газов. Дело это довольно грязное, поэтому отправляемся с головкой на улицу. Избавился от нагара, насколько это возможно. Теперь перейдем к нагару. Переходим к мойке. Необходимо промыть камеры сгорания и каналы от абразива, а также масляную полость от масла, а полость охлаждения от скопившейся там накипи. Чтобы легче отмывалось, добавим немного бензина. А пока масло будет отмокать, я разверну мойку высокого давления. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же, получилось довольно неплохо. Если вам видно, каналы охлаждения практически полностью очистились от накипи. Грязь и масло тоже улетели вместе с водой, а ведь это только предварительная мойка. После шлифовки здесь снова будет абразив и масло. И после притирки клапанов голову тоже надо будет отмывать. Вот тогда и сделаем начисто. А сейчас я пойду искать во что переодеться. Ведь я весь мокрый, а планировал еще немного поработать. Головку пока пристрою сушиться на печку. Поставлю на шпильки. Думаю, так она не перегреется и никакие плоскости не поведет. К тому же плоскость мы все равно будем шлифовать. Ну а пока головка будет сохнуть, я займусь клапанной крышкой. По плану она должна стать гладкой и блестящей. Надпись москвич, стилизованная под молнию, конечно, смотрится интересно, но слишком низкое качество литья. Некоторые буквы просто не читаются. Поэтому сохранять ее смысла нет. Всю крышку буду полировать в зеркало. А для начала убираем неровности и задаем форму. Задачка оказалась непростой и довольно трудоемкой. Уже и головка вся высохла. На улице стемнело и наступила ночь, а я только-только избавился от неровности и шагрения, образовавшейся в результате литья. Выглядит это следующим образом. И это даже не половина работы. Так что будет, будет мне чем на этой неделе себя занять. Результат я обязательно покажу. А сейчас давайте вернемся к головке и подготовим ее к шлифовке. Для этого установим на головку крышку цепи механизма ГРМ. Поскольку шлифоваться они должны вместе. И вот на что я здесь обратил внимание. Смотрите, отверстия под крепежные болты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смотрим на крышки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все совпадает. А если посмотреть сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но это не крепежный болт, а болт, который фиксирует пружину натяжителя. Отверстие, куда должен вставляться болт, есть, но оно глухое. Как это понимать? Его засверлить? Или лучше не стоит? Болты я легонько зажал. И сейчас выравниваю положение крышки относительно головки по верхней плоскости. Сделаем ровно сверху. После шлифовки будет ровно снизу. А значит обе прокладки качественно ужмутся и будут держать масло. И вот все болты тщательно зажаты. Плоскости выровнены. Голову можем отправлять в шлифовку. На днях постараюсь отвести ее в мастерскую. Пускай делают. Ну а в финале этого видео давайте отвлечемся на распаковку. И первое, что мне доставили, это заказ из интернет-магазина МГБАЙ. Деталь для БМВ. БМВ М10, если быть точным, успокоитель цепи. Все, братцы, благодаря вашим советам. Иначе я бы и не знал, что это идеально подходит на замену вот этому. Это москвичевская лыжа. Успокоитель. Он, как видите, односторонний. А у БМВ он двухсторонний. Охватывает цепь, полностью не дает ей болтаться. В результате работает гораздо тише. По креплению подходит идеально. Код детали для заказа, если не успели рассмотреть, я оставлю в описании к этому видео. Ну а следующей в очереди на распаковку у нас будет посылка. Посылка необычная, поскольку приехала она к нам из прошлого. Видим на ней целую кучу документов, по которым сейчас попытаемся отследить ее нелегкую судьбу. Итак, отправитель Петр из соседней с нами Польши принес посылку на почту, оплатил доставку и сдал ее 18 декабря 2020 года. Два с половиной месяца назад. Затем посылка где-то месяц ехала. Что означает красная надпись «Приоритет» для меня вообще загадка. Но 19 января 2021 года она попадает в учреждение обмена «Минск ПИ-3» с перемещением вложения. Что такое перемещение вложения, не совсем понятно. Здесь же дописка оболочка деформирована. Это да, это мы видим. Есть наклеечка «Вскрыто по требованию таможни», но это и так было ясно по белорусскому почтовому скотчу. Посмотрели, проверили, все хорошо, все отлично. Стоит штамп «Выпуск дозволены». К сожалению, здесь нет даты и подпись инспектора, но следующая дата, которую можно отследить, 27 февраля 2021 года. Возврат досыл. Уже по моему адресу она, видимо, поехала из Минска. И у меня оказалось вчера. Два с половиной месяца. В пояснениях подписаны аксессуары. Петр, спасибо тебе огромное за терпение. Два с половиной месяца ехала эта коробка и, наконец, ко мне попала. Так, кажется, она вверх ногами. Такое ощущение, что по ней или потоптались, или она лежала в самом низу. Либо таможенники ее перевернули. Здесь тоже, тоже какая-то накладная, но под скотчем не ясно, непонятно. Вскрываем. А внутри переложены огромным количеством целлофана. Лето, осень, весна. Прикольно. Свечи NGK разной температуры, рассчитанные на разные климатические условия. Немного польского воздуха. Ух ты! Прокладочки металлопаранитовые, ураловские, с медным кольцом. Я видел такие с стальным колечком, с медным не встречал. Класс. Фильтр HF895, ураловский, стандартный, два. Отличная вещь для очистки деталей от краски, ржавчины. А вот и письмо, наконец, нашлось. По-белорусску. Привитание, Александр. Ваше видео вельми допомогло у выборы ровера, який я хотел купить. Я брал Урал М67, 87-го году. Думаю, ваши эпизоды, присвеченные вам, допомогуть многим людям у рамонте Урала. Я досылаю вам степлый подарунок у выгляде некольких запасных часток. Привитание у всей вашей семьи. Петр Табачник. Петр, спасибо. Дякуй, по-белорусску. Фиксатор резьбы, синий, класс. Комплект сальников и резинок. Я не могу понять, откуда эта прокладка. Это, наверное, коробочная. Мотоцикл Урал, но прокладка, прокладка-то с коробки, правильно? Значит, и сальнички, скорее всего, тоже с ураловской коробки. У меня на данный момент ни одной ураловской коробки не осталось. Но, мало ли, может пригодиться. А вот это уже именно ураловский комплект двигателя. Качественно вырезанные. Пробковая прокладка поддона. Паранитовые прокладки цилиндров, генератора. Редуктора и все резинки. Спасибо большое. Спасибо большое, Петр, за такой замечательный новогодний подарок. Хоть и с опозданием, но он все-таки до меня добрался. А на этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok